В Москве прошло заседание Государственного совета страны под председательством Владимира Путина. В обсуждении аграрной политики России принимали участие главы всех регионов, в том числе и Михаил Игнатьев. Подробности у Дмитрия Ковалева. На что способны работники агропромышленного комплекса показал уходящий год. Вопреки капризам погоды в регионах страны собран рекордный урожай. Значительно выросли и объемы экспорта сельхозпродукции за рубеж. Стратегия развития сферы АПК – ключевая тема прошедшего в Кремле заседания госсовета. Ударный труд работников агропромышленного комплекса положительно отразился на продовольственной безопасности страны. Так, объемы сбора зерновых культур в этом году достигли отметки 120 миллионов тонн. Рекордным стал и урожай сахарной свеклы. Сельхозпроизводители продолжают осваивать новые рынки и за рубежом. Сейчас Россия занимает первое место среди экспортеров пшеницы. Задача президента – не сбавлять темпов. Для развития сферы АПК условия созданы, отметил Владимир Путин. Экспорт, причем включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить 24 миллиарда долларов. А к 2024 году, вы знаете, мы ставим перед собой задачу выйти на 45 миллиардов долларов. И это вполне реализуемая задача. Стратегическая задача властей региона – создавать комфортную среду для тех, кто живет и трудится на селе. А это новые дороги, доступное жилье, качественная медицина. В рамках национального проекта на эти цели направят многомиллиардные суммы. Глава Чувашии отметил, что инициативы правительства Чувашии поддерживают в федеральном центре. Эжегодно выделяем в сельскую местность соответствующие средства для создания комфортных условий. Если взять за последние пять лет, в стоим основного выражения, не менее 10 миллиардов рублей мы выделили. Реально сможем, привлекая федеральные средства, быстрее начать строительство и вводить в эксплуатацию. Это и общеобразовательные школы, это и объекты здравоохранения, это и дороги к населенным пунктам. Эффективным инструментом развития села должна стать льготная ипотека. Спрос на индивидуальное жилье в республике продолжает расти. Чтобы появился не только продукт, как ипотека, но и самое главное, появилось хорошее качественное жилье, которое жители Чувашии смогут приобрести с помощью этого инструмента. Вот это наша задача, на которой мы вместе с ведомством агропромышленного комплекса будем вместе отрабатывать. Чувашия у нас не в зоне риска на сегодняшний день, поэтому те задачи, которые по нашему национальному проекту перед Чувашией стоят, задачи по этому году, они выполняются? Хороший регион, всегда развивался комплекс не только сельскохозяйственного производства, но и сельские территории. Оттуда стартанула в 2003 году впервые федеральная целевая программа устойчивого развития сельских территорий, например, Чувашии. К сожалению, только об одном давно у вас не было. В вопросах развития сельского хозяйства на первый план выходит и взаимодействие между регионами. С главами субъектов Михаил Игнатьев встретился в кулуарах. Заседание госсовета предновогоднее, а это повод исполнить заветные мечты детей. Главы субъектов и федеральные министры присоединились к благотворительной акции «Елка желаний». В одной из открыток, адресованных Михаилу Игнатьеву, просьба юного Саши, который грезит о поездке в Великий Устюг. Второе. Мечтает о боксерской груши Денис. Это у нас бокс, тем более базовый вид спорта. Обязательно сделаем. Егоров Кирилл мечтает побывать в Санкт-Петербурге. У нас, тем более, сейчас с Санкт-Петербургом хорошие отношения. Мы сами были детьми. Мечты, которые есть у наших детей, у наших дорогих детей, всегда же хотим, чтобы они претворились в реальной жизни. Исполнить заветные мечты ребят Михаил Игнатьев пообещал в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы.